Привет! В компании «АвтоСтронг» вы можете купить отличные БУ и новые запчасти. А в компании «МотоСтронг» просто восхитительные мотоциклы. Обязательно подпишитесь на Instagram «МотоСтронга», там актуальное наличие. Все эти мотоциклы приехали из Европы, находятся в отличном состоянии и сразу готовы в путь. Продаются с полным пакетом документов. Обязательно звоните, и менеджеры «МотоСтронга» ответят на все ваши вопросы, подберут отличный байк и помогут с доставкой по Белоруссии, а также в Россию, в Москву, Питер, Симферополь и Смоленск. Обязательно обращайтесь в «МотоСтронг». Ссылочки и подробности будут в описании к этому ролику. Сегодня мы взглянем на немолодой, но все еще актуальный автомобиль, который поражает своей надежностью. Итак, встречаем очередную Тойоту из 2000-х – Toyota Aventus. Перед нами Toyota Aventus второго поколения. Этот автомобиль занял в Европе место Camry, так как очень хорошо соответствовал запросам европейцев. Эта машина выпускалась не только в кузове «Седа», но и в универсале, и в лифтбеке. В общем, никаких V-образных двигателей в этом автомобиле не было. Лишь рядные «четверки» – бензиновые, в том числе, с непосредственным впрыском, а также турбодизели. В общем, и еще раз, этот автомобиль обладает той самой японской надежностью и поэтому до сих пор пользуется спросом. Давайте разбираться, что это за фрукт. Toyota Aventus удивляет качеством окраски кузова и стойкостью металлокоррозии. Покрашенные панели ржавеют неохотно, но днище этих машин уже в таком возрасте зачастую очень сильно поражено коррозией. Сзади очень серьезно ржавеет ниша под запасное колесо, поперечина, лонжероны и арки задних колес. Зачастую там реально очень сильная коррозия, поэтому обрабатывать ее барьерным антикором не имеет никакого смысла. Менее интенсивно коррозия развивается снизу на порогах. И бывают очень интересные случаи, когда коррозия развивается под передними ковриками, а это происходит из-за того, что закупоривается трубка, по которой конденсат стекает на улицу из испарителя кондиционера. Частенько коррозия поражает рамку лобового стекла, а точнее кромку, на которую наносится клей. Это проблема начинает быть видна не только по вспучиванию краски на передней части крыши, но и из-за попадания воды в салон, потому что стык между кузовом и стеклом лобовым перестает быть герметичным. Такая проблема случается и на Венсисах, на которых когда-то меняли лобовое стекло и при снятии клея поцарапали краску под ним. Иногда ржавеет и рамка заднего стекла. Дело в том, что в сильные морозы слой клея под стеклом трескается. В общем, при нарядном кузове без жуков АВенсис может таить в себе неприятные очаги коррозии. АВенсис оснащался как галогеновыми, так и ксеноновыми фарами. Так вот, со временем в любом случае фары слепнут, то есть мутнеют плафоны, исчезает напыление с отражателей позади линз. Со временем приходится вкладываться, то есть есть вариант восстановления штатных фар, есть вариант, естественно, купить бэушные, обязательно позвоните в «АвтоСтронг», есть вариант неоригинальных фар от восточных производителей, а также есть вариант установки неоригинальных светодиодных линз. Задние фонари АВенсиса прижимаются к кузову через уплотнители из пористого материала. Так вот, со временем эти уплотнители рассыхаются, и дождевая грязная вода, либо же вода после мойки попадает в корпусы фонарей, а затем через отверстия попадает в карманы позади обивки багажника. Частенько на Toyota AVENSIS выходит из строя замок багажника, но это поправимо. Надо снять замок и прямо под пластиковым корпусом, там, где находится моторчик, будет обнаружено окисление контакта. В общем, надо убрать эти окислы, и тогда замок заработает. Также вода может попасть в кнопку багажника через неубедительное уплотнение, но это, опять же, решается. В большинстве случаев помогает аккуратная чистка монтажной платы этой кнопки. Еще замок багажника может нормально срабатывать, но замок не будет открываться. Если тяга, которая тянется к нему от личинки под ключ, разболталась, владельцы АВенсисов нашли способ устранения люфта тяги. Они добавляют пружины вдоль тяги, которая подтягивает ее в сторону замка. Со временем в недрах передней панели появляются скрипы, ну, как будто там завелись мыши. Это скрипят заслонки системы вентиляции, которые постоянно двигаются и не могут найти искомого положения. Для решения этой проблемы надо добраться за бардачком до сервопривода заслонок, разобрать корпуса, и там будут дорожки датчика положения. Так вот, по этим дорожкам надо еще раз размазать смазку, и тогда сервоприводы заработают без проблем. Чаще всего Toyota Aventis второго поколения встречается с двигателями бензиновыми объемом 1.8. Этот мотор имеет обозначение 1ZZFE, и этот мотор по сравнению с предшественниками нельзя считать условно вечным и условно беспроблемным. Дело в том, что у этого мотора есть врожденный порог — это масложор. Конструкция поршней была неудачная, инженеры с ней боролись. В 2006 году они объявили о том, что эта проблема решена, но вплоть до 2013 года они помаленьку так работали над этой проблемой. В общем, когда владельцы этих машин делали капремонт, то скорее всего меняли поршни на поршни нового образца, а в поршнях старого образца просверливали дополнительные отверстия для отвода масла. И сегодня не так уж редко двигатели 1ZZFE сжигают масло вместе с топливом. Поэтому при покупке автомобиля с 1,8-литровым агрегатом нужно основательно прогазовать и не посмотреть, не выплевывает ли двигатель масло через выхлопную трубу. Также масло еще может уходить через сальники клапанов. В остальном не все так печально. Да, двигатель 1ZZFE одноразовый, ремонтных размеров нет. Да, облегченный легкосплавный блок может деформироваться из-за перегрева. Ну и цепь ГРМ ходит по-разному. Иногда 300 тысяч километров, а иногда уже начинает шелестеть при пробеге в 150 тысяч. А венте с 1,6-литровым двигателем встречается не так часто, отличается от 1,8-литрового двигателя укороченным ходом поршней и расходует масло не так быстро. Старший бензиновый четверки под капотами Toyota Avensis носит обозначение D4. Но это не про дизель, а про прямой впрыск. Да, японские инженеры не были в этом пионерами, но им удалось создать достаточно надежную систему. Если владелец Toyota Avensis с мотором прямо впрысковым D4 заправляется в проверенных местах, то и ТНВД, и форсунки, и датчик давления на топливной рампе прослужат и 300 тысяч километров, и более. Эти двигатели, особенно двухлитровый, давным-давно удивляли отрывом резьбы в блоке цилиндров под болты ГБЦ, но все это осталось в прошлом. Если заправлять этим моторы нормальным маслом каждые 10 тысяч километров или ранее, то тогда эти тойотовские прямо впрысковые атмосферники пройдут и 500 тысяч километров. Дроссель нужно держать в чистоте, чтобы мотор переходил в режим работы на обедненной смеси. Может понадобиться очистка системы вентиляции картера заменой клапана. Зато вихревые заслонки служат совершенно без проблем, разве что управляющий электровакуумный клапан может выйти из строя. 4 лямбда зонда пугают количеством и, на удивление, служат долгообычно. Их приходится менять по одному. Втулочная цепь ГРМ способна пройти все те же 500 тысяч километров. Все зависит от обслуживания. Если экономить на моторном масле, то этот двигатель зашелестит поршнями из-за выработки на цилиндрах. В общем, мы разобрали такой мотор на нашем канале. Пожалуйста, милости просим в наш плейлист. У нас по дорогам ездит немало дизельных Avensis. Все они приехали из Европы. Двигатели Common Rail с топливной системой от Denzer. Торестайлинговые вторые Avensis оснащались двигателями 115-сильными серии CD. А вот рестайлинговые – несколькими вариантами моторов серии AD. У нас на канале есть подробные обзоры этих двигателей. Мотор 1CD – это чугунный блок и ременной привод ГРМ. Механических проблем у него буквально нет. В свое время на рубеже 2010 года из-за некачественного топлива начали выходить из строя форсунки и ТНВД. И владельцы поехали на станции, чтобы тратить тысячи долларов для приведения топливной системы в порядок. Это специфика Denzer. Дело в том, что в то время невозможно было отремонтировать форсунки или ТНВД. Надо было покупать эти детали новыми. Двигатели серии AD – это последние турбодизельные четверки Toyota. Так вот, это очень неудачные двигатели. Буквально каждый был заменен по гарантии. А причина – бракованная прокладка ГБЦ. То есть газы из цилиндров проникали в систему охлаждения, а вместе с ними и приносили в сажу, которая была видна в расширительном бачке. Вроде бы к 2009 модельному году Toyota решила эту проблему. Но и более свежие турбодизельные двигатели Toyota были способны и способны продуть прокладку ГБЦ. Еще эти двигатели склонны к расходу масла из-за неудачных поршневых колец. А самая мощная 177-сильная версия D-Cat доставила очень много проблем своими инновационными, но ненадежными нейтрализаторами отработавших газов. В общем, если двигатели этой серии пробежали 200 тысяч километров, то они будут бегать и дальше, потому что все их детские болезни уже вылечены. Пятиступенчатое МКПП на Avensis может загудеть из-за шариков подшипников вторичного вала. Сначала этот подшипник создает гул, а затем и вовсе разваливается. На более поздних машинах МКПП улучшили, то есть заменили этот подшипник на улучшенный. Но в любом случае, если пятиступенчатое МКПП загудит, работая в паре с моторами 1.6 и 1.8, то надо срочно менять этот подшипник. Стоит он оригинальный всего лишь 30 долларов. Также пятиступенчатое МКПП могут потребовать замены сальников. У дорестайлинговых Avensis другая пятиступенчатая механика и другая проблема. Дело в том, что разваливаются шестерни пятой передачи. И это конструктивный недостаток, потому что площадь сцепления зубьев шестерен этой передачи слишком маленькая. Вдобавок, они находятся в отдельном отсеке за пределами основного корпуса и плохо смазываются маслом. Зато развалившиеся шестерни никак не навредят другим парам трения. В общем, ремонт происходит быстро. Чтобы решить эту проблему, надо заменить шестерню, муфту и подшипник. А вот на рестайлинговых дизельных Avensis используется шестиступенчатое МКПП, которая пока в поломках не замечена. Удивительно, но автоматические трансмиссии на Toyota Avensis более живучие и менее хлопотные, чем механика. К каждому двигателю приставлена своя трансмиссия, но они очень похожи конструктивно. Пройдут и 400 тысяч километров. Чтобы они прошли столько, надо менять АТФ каждые 50 тысяч километров, чтобы не усложнять жизнь гидроблок, у каналы которого очень легко забиваются. А если чересчур злоупотреблять активной ездой и пробуксовками, то тогда эти трансмиссии при очень больших пробегах поедут на ремонт из-за износа подшипника в задней крышке и ее самой, а также из-за износа переднего планетарного ряда. В этом случае эти трансмиссии начинают гудеть. Пятиступенчатая трансмиссия U151E сделана мощнее и легче переносит энергичную езду, но ее гидротрансформатор изнашивается быстрее. Поэтому на замене АТФ нельзя экономить, чем чаще меняете, тем дольше служит этот неубиваемый японский автомат. Ну а сейчас мы поедем на СТО, чтобы подробнее рассказать об этом автомобиле. И у нас объявление на склад в городе Минске. Мы ищем добрых молодцев на работу. Вы разбираетесь в автомобиле и хотите применить свои знания и умения на практике, добро пожаловать на работу в компанию «АвтоСтронг». Если вам это интересно, то все подробности и контакты я оставил в описании. Ну а теперь минутка рекламы. В «АвтоСтронге» вы можете приобрести не только очень качественные БУ и новые запчасти, а также масла, антифризы, тормозные жидкости, разнообразные присадки, также жидкость для стеклоомывателя и множество автомобильных аксессуаров. И как вишенка на торте вы можете приобрести вот такой ароматизатор с лысым мужчиной. А также не забывайте про нашу фирменную сувенирную продукцию. Ну что, мы на СТО и продолжаем. Компрессор кондиционера, а точнее его муфта, не сильно долговечный и может выйти из строя в любой момент. Эту поломку едва ли удается предотвратить. Блок АБС у «Авенсиса» от компании Bosch. И есть проблема, которая известна по другим маркам автомобилей. А именно, отламываются проводники между контактами и электронными схемами. Но эта проблема легко решается с помощью паяльника примерно за два часа. Любопытная поломка Toyota Avensis серийная – это поломка левой полуоси. Дело в том, что полуось ломается пополам, а именно в том месте, где на ней размещен грузик-гаситель. Дело в том, что под эту резиновую деталь попадает влага, краска трескается, образуется коррозия. Поэтому и ломает. Чтобы этой проблемы не было, владельцы некоторые срезают этот демпфер, и это поможет, если коррозия там умеренная. Вот в данном случае либо же меняли полуось на неоригинальную здесь демпфера, либо срезали этот демпфер, а этот демпфер мы вам можем показать на правой полуоси. Он находится ровно по центру. Оригинальная левая полуось стоит 500 долларов, спасает единственный заменитель, который стоит всего лишь 30 долларов. Можно еще рассмотреть вариант БУ привода. Так что обязательно позвоните в «АвтоСтронг». По мере износа направляющих втулок суппортов увеличивается их люфт, поэтому суппорты начинают греметь при езде. А все это результат отсутствия минимального обслуживания, то есть чистки и смазки. Авенсис с мотором 1.8 оснащен электрической рейкой. По электрической части никаких проблем нет, но при больших пробегах рейка начинает постукивать. С этим стуком можно ездить очень долго, но лучше заменить втулки рейки и отрегулировать ее. Чем раньше вы это сделаете, тем дешевле будет ремонт. Гидравлическая рулевая рейка, которая установлена на остальных версиях, частенько течет по патрубкам и по своим уплотнениям. А насос ГУР выходит из строя из-за работы на минимально загрязненной жидкости. В общем, замечено, если менять жидкость раз в 2-3 года и заливать маловязкие составы, то тогда насос ГУР будет служить долго. Передняя подвеска Toyota AVENSIS выносливая и долговечная. Втулки и стойки стабилизатора ходят примерно 150 тысяч километров. В стойке стоят оригинальные всего лишь 20 долларов, втулки по 5. Все остальное легко выхаживает по 200 тысяч километров в передней подвеске AVENSIS. Шаровые опоры крепятся к рычагам с помощью резьбовых соединений. Оригинальная шаровая стоит 60 долларов. Оригинальные сайлентблоки не продаются. Рычаг в сборе стоит 140 долларов, есть заменители по 40 долларов. Также есть заменители сайлентблоков. В общем, передние ступичные подшипники уже начинали гудеть при пробеге в 100 тысяч километров. Оригинал по 30 долларов. Задней подвеской инженеры Toyota перемудрили. Она напоминает стойки McPherson, но вот количество сайлентблоков здесь зашкаливает. Три сайлентблока в нижнем направляющем рычаге, два в верхнем, плюс есть еще вот такая вот тяга, напоминающая рулевую, в которой есть сайлентблок и наконечник. В общем, если суммарный люфт в задней подвеске накапливается, то тогда ничего не стучит, ну практически. Но машина начинает быть вертлявой. В общем, регулировка углов задних колес и контроль за состоянием задней подвески нужны каждые полгода. Задние тяги оцениваются по 90 долларов, сайлентблоки нижних рычагов по 30 долларов. Их всего шесть на всю заднюю подвеску. Верхние рычаги оцениваются в 170 долларов и есть сайлентблоки для них отдельно. На сегодняшний день вот таким вот Avensis уже 18 лет, но эти машины и не думают сдаваться. Пока кузов намертво не проржавеет, эти машины будут ездить. И несмотря на все сказки про одноразовые моторы и страшный непосредственный впрыск. В общем, вот такая вот машина времени, которая подтверждает, что японское качество и надежность рулят. Если вы хотите, чтобы мы и дальше делали вот такие классные обзоры, то обязательно подпишитесь на наш канал, поставьте лайк этому видео, нажмите колокольчик и поделитесь этим видео в соцсетях. Помните, что поддержка нашего канала – это плюс 500 тысяч километров к ресурсу вашего автомобиля. С вами всегда была, есть и будет компания «АвтоСтронг-М».